Здравствуйте, вас приветствует Андрей, психолог, и ваш ответ на вопрос, как понять, нравитесь ли вы мужчине или нет, с учетом того, что вы сказали ему о своих чувствах. Начнем с того, что для мужчины ваше признание в чувствах – это, возможно, ответственность за отношения, ответственность за дальнейшее будущее и ответственность за рабочие отношения, которые у вас сейчас есть. То есть, мужчины понимают, что если он начнет с вами в ближайшее, то, возможно, ваши рабочие отношения, как коллег прекратят или станут более… изменят свое качество, и это может повлиять на работу. Поэтому даже если чувства у него какие-то к вам есть, то он испытывает некоторое противоречие между этими чувствами и страхом за свою дальнейшую карьеру, за общественное мнение. Потому что если вы начнете встречаться, то он согнется с сплетнями коллег, а это не всегда приятно, не всегда удобно для человека. Вот. Зависит от возможности понять, есть ли у мужчины к чувству к вам или нет, зависит от того, как сильно он владеет собой. То есть, вы проводите время довольно большое вместе друг с другом, вы общаетесь, вы как-то взаимодействуете. Это контакт вербальный или невербальный. Вот. И прекрасно знаете, когда речь идет о каких-то профессиональных моментах, о каких-то моментах, связанных с работой, и когда речь идет о чем-то таком личном нерабочем, вот если коллега, если человек испытывает безразличие к другому коллеге, к своему, то его общение с ним на нерабочей темой не подразумевает никакого личного интереса. То есть, если есть какое-то общение, общение стороннее, общение случайное, есть и есть, и хорошо, что оно есть. А если его нет, то нет и ладно. Если же человек испытывает какую-то симпатию к вам, то, во-первых, он будет заинтересован в общении с вами на нерабочей теме. Во-вторых, он будет менять темпы голоса, интонации, его будет меняться. В-третьих, и это, наверное, самое важное. Когда человек работает, у него высыпается память движений. То есть, его движения становятся четкими, ясными, отточенными, то есть, ну, как профессионал. Когда дело касается уже личной сферы, то здесь отдельно нужно отметить, что вот эта вот память движения, она исчезает, потому что, ну, конкретного навыка по личному поведению нет, и деятельность человека, его поведение определяется уже личными какими-то направлениями, эмоциями и чувствами. И если поведение мужчины, когда вообще с ним на нерабочие темы, меняется достаточно сильно, оно становится таким, вот, он становится таким рубким, немного застенчивым, часто старается подобрать слова, он, может быть, активно что-то делает в этот момент, избегает смотреть вам в глаза. Это все является следствием того, что он к вам не безразличен. У него есть какие-то чувства, он их пытается скрыть, и это дает волнение, внутреннее волнение. Но, как бы, это косвенные признаки, косвенные, так сказать, проявления возможной симпатии. Более прямые проявления, более откровенные проявления признаки, могут проявляться в знаках внимания. Вы можете, в принципе, сами эту ситуацию создать, сами эту ситуацию сгенерировать. Каким образом? Ну, например, нуждаемостью в помощи. То есть, вы можете создать ситуацию, когда вы в чем-то нуждаетесь, вы нуждаетесь в какой-то помощи, и вы, просто просите мужчину вам помочь. И вы смотрите на то, как он помогает. Безразличный человек помогает достаточно спокойно. Он не высказывает радости, что он может вам помочь, может оказаться полезным. Он, возможно, немного подумает о том, может ли он вам помочь, и стоит ли ему тратить время на то, чтобы для вас что-то делать. Но если человек ищет возможности как-то себя проявить по отношению к вам, ищет возможности оказать вам знак внимания, то за вот эту вот возможность вам помочь он ухватится обеими руками, и с огромным интересом, с рвением, с энтузиазмом возьмется вам помочь. И, скорее всего, он сделает больше, чем изначально вы от него хотели. Это наглядный показатель того, что он испытывает к вам какие-то чувства. Но, поскольку изначально есть некий сдерживающий фактор, касающийся, собственно, рабочих отношений, то нужно понимать, что этот фактор, он сдерживающий, настолько вернивающий, насколько человек дорожит своей работой. И очень важно, чтобы его отношение к работе вы выяснили, чтобы вы понимали, как он относится к своей деятельности, насколько он дорожит своей карьерой. И как он относится, это можно выяснить косвенными путями, ненавязчиво заведя этот разговор, как он относится к служебным романам. Если он против служебных романов, он считает, что они вредят, и это мнение человека уже достаточно зрелого, стоявшегося опытного мужчины, да, то, скорее всего, даже испытывая к вам определенную сэмпатию, он, ну, он будет себя сдерживать и не вступать с вами в какие-то близкие отношения до тех пор, пока вы будете коллегами на этом рабочем месте. И тогда уже, чтобы понять, как вам относится, вам нужно либо перевестись на другое место, либо уволиться вообще. Но это, естественно, не всегда подходящее, не всегда правильно. И еще очень важный, вот, под конец скажу важный момент, связанный тоже с возможностью раскрытия его отношения к вам. Мужчина, если он женщину симпатизирует, он особенно явно реагирует на то, когда она слаба. Когда она слаба, и он может ее поддержать и выступить в ее отношении сильно. И вы вполне может выступить в его глазах слабый, нуждающийся в поддержке, нуждающийся в понимании, вот, и посмотреть на то, как он, как он это, к этому отнесется. То есть, как он будет себя вести. Если четкие границы он установил для вас, то, скорее всего, дело ограничится буквально, вот, вежливостью, какими-то словами, неправильными поддержки. И больше, как бы, ничего не будет. Если же у него есть к вам симпатизирует, то это будет такое чуткое общение, интимное. Он будет стараться вас поддержать, потому что ему нужно, чтобы вы были счастливы. И если вы грустите, если вы переживаете, то он, для него это неприемлемо. Вот, собственно, на вот этот ориентир вам и стоит обратить внимание, насколько мужчине важно ваше самочувствие, ваше состояние, ваше эмоциональное настроение и так далее. Если его все это волнует, если вы на это обращаете внимание, если он следит за этим, заботится о вас, старается как-то заботиться о вас, проявляя какие-то вот такие вот моменты, да, элементы заботы, то он, скорее всего, избытит вам какие-то чувства. Если, соответственно, ничего этого нет, то уже тогда нужно думать о том, что я сказал ранее. Ну вот, с вами был, собственно, Андрей Психолог. Вот, если вам понравилось, то обращайтесь. Могу еще раз. Всего доброго. До свидания.